Вся наша жизнь зашифрована. Каждое сообщение скрыто от посторонних. Любая операция кодируется. Но насколько это надежно? Вот этот вопрос, на который я попытаюсь ответить сейчас. Привет, друг! Если ты знаешь, как задача факторизации числа связана со всеобщей безопасностью, то, во-первых, ты молодец. А во-вторых, прости, вряд ли ты узнаешь здесь что-то новое. Но ты можешь посмотреть другие интересные видео на нашем канале. Ты все еще здесь? Ну тогда я начну. Ни для кого не секрет, что все важные данные, пароли, транзакции, даже переписка в мессенджерах кодируется и шифруется во избежание доступа к ним третьих лиц. А обеспечение конфиденциальности информации – это одна из задач криптографии. Древней науки о шифрах. И криптографы занимаются в частности разработкой таких алгоритмов шифрования данных, чтобы никто другой, перехватив сообщение, переданное по секретному каналу, не смог его прочитать и понять суть. Ключевым моментом в работе любого алгоритма шифрования является ключ. Это некий набор символов, который подается на вход алгоритму в функции шифрования вместе с сообщением, которое нужно зашифровать. И вот там в зависимости от алгоритма символы ключа и сообщения каким-то образом взаимодействуют и получается шифр текст. Например, давайте зашифруем имя Брюс с помощью какого-нибудь произвольного набора букв. Как будем шифровать? Просто возьмем и сложим их порядковые номера в алфавите, буква с буквой. Где нужно отнимем 33, чтобы снова попасть в наш алфавит. Это называется сложение по модуру 33. И вот так из Брюса получим Кейт. И заметьте, мы сделали это без всякого хирургического вмешательства. А чтобы из Кейта обратно получить Брюса, нам нужно воспользоваться теми же самыми четырьмя буквами, только теперь их порядковые номера мы будем не прибавлять к порядковым номерам буквами и Кейт, а наоборот отнимать, тоже по модуру 33. Криптография хорошая наука, в ней все обратимо. Не то, что в хирургии. Это был пример системы симметричного шифрования, когда для зашифрования и расшифрования сообщения используется один и тот же ключ. Разумеется, его должны знать обе стороны и никому никому не говорить. И в этом есть один большой недостаток таких систем. Если ты хочешь общаться с помощью такой системы по секретному каналу не с одним, а с несколькими людьми, то для каждого из них тебе нужно хранить свой секретный ключ. А представляешь, если их 200 или 2000, то тут и запутаться несложно. Чтобы избавиться от этой проблемы, были придуманы асимметричные криптосистемы. В них есть два ключа – открытый и закрытый. Закрытый или приватный ключ абонента известен только ему и держится в секрете. А открытый или публичный ключ лежит в общем доступе. И если ты хочешь отправить какому-то абоненту в такой системе сообщение, ты берешь его открытый ключ, шифруешь его с помощью алгоритма, который тоже лежит в общем доступе, и отправляешь. А он, в свою очередь, сможет расшифровать это сообщение с помощью своего закрытого ключа. И алгоритм устроен таким образом, что процесс зашифрования со знанием открытого ключа шаг за шагом выполнить очень просто. А вот обратный процесс сделать практически невозможно. Только если ты не знаешь закрытый ключ. Это можно сделать с помощью использования в шифре так называемой односторонней функции. В одну сторону нам вычисляется легко, то есть для любого х просто вычислить у. Но зная у, восстановить х очень сложно. Только если ты не обладаешь какой-то особой информацией, которую обычно прячут в закрытом ключе. А восстановить х по значению у очень сложно, значит, что для достаточно больших х и у это невозможно сделать за обозримое время даже с использованием самых мощных суперкомпьютеров мира. Примером односторонней функции является возведение в степень по модулю. Эту функцию вычислить легко. Мы просто берем х, возводим в степень а, делим на n и берем остаток от этого деления. А вот обратная операция производится в несколько этапов. И для нее, в частности, нужно знать разложение на простые сомножители числа n, то есть произвести факторизацию числа n. А эта задача сложна, то есть на практике требует больших вычислительных мощностей и много времени. Например, одной из самых мощных вычислительных систем, существовавших в 2007 году, потребовалось почти два года, чтобы разложить на два сомножителя число длиной в 768 бит. А для того, чтобы разложить на два сомножителя число длиной в 4000 бит, самому мощному суперкомпьютеру, который существует на данный момент, понадобится несколько тысячелетий. Я сама посчитала и ужаснулась. Вот так быстро, экспоненциально, с ростом числа растет время, требующееся на его разложение, на простые сомножители. Одним из примеров асимметричных криптосистем является алгоритм RSA, который был разработан в 1977 году. И в его основе как раз лежит задача возведения в степень по модулю. Часть открытого ключа RSA – это некоторое очень большое число, являющееся произведением двух простых сомножителей, которые держатся в секрете. И в зависимости от стандарта шифрования, длина каждого из этих сомножителей в двоичной записи может быть 2 в 10, 11 или 12 степени. А чтобы по перехваченным данным найти закрытый ключ, необходимо знать эти сомножители. И как я уже сказала, даже самый мощный суперкомпьютер, существующий на данный момент, не справится с этой задачей за обозримое время. Если ты хочешь знать подробнее, как работает алгоритм RSA, смотри ссылки в описании. Криптосистемы на основе RSA встроены в большинство современных браузеров и позволяют производить шифрование конфиденциальных данных на основе протокола SSL. С помощью них пересылаются зашифрованные пароли для доступа к интернет-ресурсам и базам данных, номера кредитных карт для оплаты интернет-услуг и многое другое. Также на этом методе основана идея электронно-цифровой подписи, которая уже на законодательном уровне может заменить обычную подпись. Но есть одна тонкость. На самом деле еще не показано, что задача факторизации чисел действительно настолько сложна. То есть фактически мы просто предполагаем, что данный метод надежен, что для взлома шифр-текстов нам потребуется много-много тысяч лет. Но это еще не показано математически. Кто знает, может быть существует такой алгоритм разложения на простые сомножители, который позволяет это сделать так же просто, как два числа переумножить. Но просто его еще не нашли. Получается, наши данные безопасности до тех пор, пока этот алгоритм не найден, если это, конечно, возможно, или пока не создан компьютер, способный факторизовать числа быстро. Как далеко мы от этого момента? Расскажу в одном из следующих видео. Еще отмечу, что найти секретный ключ – это, конечно, железный способ получить информацию. Но есть и другие способы это сделать. И для этого есть целая наука, криптоаналитика. Так что будь осторожен онлайн и не забывай смотреть другие видео нашего проекта. Спасибо за просмотр, увидимся!